Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня и в этом видео у нас заказ по шестому каталогу. Мне уже пришел новый каталог. Здесь в подарок идет порошок. Что-то как-то Фаберлик поскупились в этот раз, но ничего страшного. Самое главное, что косметика остается такого же качества. Первое, что я заказала из еды, это два кетчупа классический. Шашлычный я не очень люблю, но хотя говорят, что он очень вкусный, но может быть как-нибудь попозже его тоже себе приобрету. Этот кетчуп я уже брала. Хоть и цена у него за 250 мл 149 рублей, это как, ну, дороговато по сравнению с масс-маркетом, потому что в масс-маркете можно купить рублей за 60 по скидкам хорошего бренда кетчуп. Но этот кетчуп безумно понравился моему ребенку, и он просто ждет, не дождется, когда он придет. Вот он все ходит, спрашивает, мама, ты заказала? Я говорю, да, заказала. Вот, поэтому взяла сразу два, чтобы не спрашивал. Также я взяла три упаковки травяного сбора. Это олива. Олива очень полезна многим свойствам, также противовоспалительным. Она, ее можно пить в травяных сборах, еще порошком ее употребляют в организм. Очень хорошо суставы от нее, говорят, проходят. Также понижается давление. В принципе, можете загуглить, почитать, лист оливы чем полезен. И там очень много всего выходит. И, в принципе, он очень хорошо полезен. Поэтому для профилактики, я думаю, что пропить можно. Я взяла это не только себе, взяла еще бабушке. Может быть, еще другой бабушке отвезу, как видите, если в гости соберусь, поеду. Также взяла бронха. Это моя повторная покупка. Я распятый его покупаю. У меня до этого дочка болела. Я говорила, что пробовала на ней этот бронха. Кашель прошел быстро. Может быть, совпадение. На самом деле нет. У меня не так давно заболел старший ребенок. У него был жуткий кашель. Я даже лекарств ему не давала. Я решила сразу дать бронха. Он у меня пил три раза в день бронха. И к вечеру у него очень хорошо стало уже откашливаться. И на следующий день у него кашель практически прошел. Он стал кашлять намного меньше. Поэтому я решилась им запастись, чтобы был всегда в запасе. Так как сейчас весна, хоть на улице и тепло, но погода очень обманчивая. Также взяла антистресс себе и бабушке. Я, в принципе, очень люблю на ночь такой чай пить, когда хочется что-нибудь такого. Чайку попить, но не хочется черного или зеленого. Травяной. Вот именно антистресс. Он очень вкусный. Мне понравился именно по вкусу. И гастро. Это я взяла бабушке. У нее что-то... Ну, может быть, она надумывала. Проблемы какие-то вроде как сердцем, что ли, пошли. И решила взять ее и попробовать. Может успокоиться. Так. В подарок мне за один рубль пришел порошок. Так как я зарегистрировалась заново за тысячу рублей. И мне еще дали порошок. Всего лишь за один рубль. Для белых тканей. Там, по-моему, нельзя было выбрать. Может и можно было. Я просто не смотрела. Так как мне нужен был именно для белого. У меня высветился для белого. Из новинок я взяла универсальный вот такой вот цитрус. И мятное масло. Чистота и защита для полов. И стен, по-моему. Но универсально, скорее всего, ко всему подходит. Вот так вот. Сейчас нанюхаем. Ммм, лимончиком пахнет. Очень вкусно. Ммм, вкусно пахнет. Даже напоминает водичку с лимоном. Также взяла себе средства для мытья посуды. Я очень люблю средства для мытья посуды. Так как здесь идет 0+. И он очень хорошо смывается с тарелок. Он не остается. Это средство на тарелках. То есть бывает, если АОС или Ферри. На губку наносишь. Соответственно, с тарелки он смывается намного дольше. И бывает, что тарелку хочется уже поставить. Но с нее еще пена течет. И приходится еще больше. Здесь очень намного быстрее процесс проходит. Я до этого первый раз, когда попробовала. У меня там еще стоят две бутылки Ферри. Я решила их использовать для пола, наверное. А перешла полностью на Фаберлик. Именно для посуды. Также взяла мыло для рук. Это я взяла весь комплект. Он шел недорого. Чайное дерево Эвкалипт. Это у нас освежитель воздуха. Он водный. Тоже, в принципе, довольно-таки не вредный. Поэтому можно использовать. У меня, в принципе, дети всегда прыскают. И мыло для кухни тоже вот такое. Кстати, давайте мыло для кухни понюхаем. Я, кстати, что-то этот. Ну, мыло пахнет не так, как для полов. Оно немножко по-другому пахнет. Но здесь, в принципе, написано нежное алое. Но вроде алое не пахнет, кстати. И давайте понюхаем. Эвкалипт и арбуз. Средство для митя посуды. Эвкалипт чувствую, арбуза не чувствую. Я арбуз не очень люблю в таких косметических средствах и уходовых. Ох, как прям. Чайное дерево, честно. Аж глаза задрало. Прям чайное-чайное дерево. Сейчас напрыскаем. Давайте на вас напрыскаем. Просто пахнет чайным деревом. Вот как покупаете масло чайного дерева, то же самое. Так. Взяла себе шампунь для глубокой очистки волос. Я до этого все пользовалась профессиональными для глубокой очистки. Я уже говорила. Я оставлю ссылку на видео, где я провожу процедуру для волос. Если вы не знаете, то шампунем для глубокой очистки рекомендуется использовать один раз в месяц, чтобы вымывать хорошенько всякие силиконы и все остальное из волос, чем вы пользуетесь. Поэтому рекомендую. У меня уже был в большом объеме, поэтому я решила сменить. Я думаю, что у него уже, скорее всего, срок годности должен уже подходить к концу. И поэтому я уже им просто буду домывать кроссовки. Там просто литр, огромная бутылка. Цена у него была что-то 200... А, 189 рублей, это профессиональный студио-профессионал. Я оставлю ссылку, вы можете посмотреть это видео. И я там покажу, как я делаю масочку для волос. Так. Теперь у нас дойдет косметика. Так, я построю здесь, ничего не забыла, а то вдруг выпустила. Мне в подарок подарили, там написано было, что там сахар вредный. И написали, что... Ой, написали, говорю. И мне положили два батончика. Мне один батончик в одном заказе, другой в другом. В заказе так, как я зарегистрировала в другой кабинет. И из двух кабинетов пока заказываю. Но уже, наверное, останусь в одном. Сахар вред, что-то вот Фаберлик пишет. Но я думаю, что глюкоза для организма полезна. Поэтому полностью от сахара отказываться. Это, опять же, мое мнение. Полностью я считаю, что нельзя. В каких-то дозах он все равно должен присутствовать. Но не в огромных. Батончики я давно хотела попробовать такие. Я другие пробовала, мне они не понравились. Ну, а тут за руку... А, даже не один рубер, а 10 копеек. Так. Заказала вот такую подводку. Я ее еще даже не открывала. Сейчас мы попробуем открыть ее вместе с вами. Долго думала, нужна она мне или нет. Я люблю, в принципе, подводки. Но у меня их очень много. И я думаю, зачем мне? Я пока не буду. Но очень захотелось. Потому что она, я прочитала, что очень стойкая. Ну, попробую. Посмотрю, поскольку. И я, по-моему, взяла голубую. Я вообще люблю голубой цвет. У меня глаза серо-голубые. И я думаю, что будет красиво смотреться. Я карандаш пользуюсь голубым именно из Фаберлик. Единственное, что он отпечатывается и держится недолго. Открыла, наконец-таки. Вот так вот она выглядит. Сейчас я вам покажу. А, это кисточка. Это даже не этот. Вот такая вот она яркая. Я на глазах уже красит вообще прикольно. Бау. Ну, мне нравится. Я надеюсь, что она быстро не высохнет, как обычные подводки. Потому что бывает, что подводку приобретешь, и она высыхает просто. Один раз использовал, на второй раз уже полтора глаза накрасил, а третий раз вообще уже ничего не накрасил. Я взяла арису, вот такую восстанавливающую сыворотку для всех типов волос. 30 миллилитров идет. У меня что-то там котята раскричались. Я одного котенка, кстати, отдала, осталось два. Но одному мы решили себе оставить, и одного соседке отдам. Очень приятно пахнет. Сладеньким таким фруктами, наверное. Я смотрела обзоры у других девочек, и они очень нахваливали именно его. И я решила попробовать. И в следующем каталоге будет акция на арису, именно вот на эту линейку. Они будут два продукта по 299 рублей. И я думала, что я возьму, но теперь я не знаю, возьму или нет. Честно, вот одно время думаешь, одно возьму, потом другое, мысли очень быстро меняются. Я дозаказала себе линейку Доктор Кора. Это у мягких гель для умывания. Я, кстати, в каталоге смотрела, он казался мне таким маленьким, а пришел на деле он такой большой. Я думаю, мы как-нибудь вместе протестируем эту линейку. Крем для лица от Постакне. Вот такой вот. Я лоханулась. Я хотела крем взять. Вот так вот он выглядит. Но он намного меньше, чем у меня. Вот так вот. Я лоханулась, потому что я хотела взять там крем от прыщей. Просто было на повседневное. Но я почему-то положила опять этот же, как у меня есть. И получается, у меня теперь их два. Но я не расстроилась, будет в запасе, так как у меня для точного применения бывает и на спине. Я везде все мажу, точно. Так. К Арису мне положили пробник за 1 рубль попробовать. Это у нас лосьон. Да, восстанавливающий. А, это кондиционер для волос. Попробовать. Но я думаю, для моих волос этого кондиционера будет мало. Я, скорее всего, кому-нибудь положу в заказы у меня, девочки. То, что заказывали, я им положу. Еще была очень хорошая акция на Варио. Я себе решила приобрести вот такое вот Варио. Из всех мне больше всего приглянулась маска с сывороткой. Мне показалось, слишком дорого стоит. Ее и так можно купить за эти деньги. За сколько она стоит в наборе. Гель-крем для век. Я слышала, его очень хвалят. Прямо очень хвалят. Поэтому я его решила попробовать. Давно хотела, но все не решалось. Но он у меня будет пока лежать в запасиках. Так, как у меня сейчас есть Арису. И пока он не закончится, я навряд ли его открою. И маску я взяла ночную от Арису. О, я Арису говорю. Викенд. Викенд, викенд. Вот так вот она выглядит. Банка, кстати, не стеклянная. Я думала, что она стеклянная, а она пластмассовая. Из хорошей пластмассы сделана. Такая прям надежная. Так. Также я взяла карандашик. Новые карандаши цвета вышли в этом каталоге. Я их очень ждала. У меня все четыре те есть, которые вышли, кроме черного. А черный цвет я не очень люблю. Мне кажется, когда на водную линию его наносишь, он чересчур прям вычерняет глаза. А темно-коричневый, он как-то вот немножко помягче глаза смотрится. Вот именно водная линия. Там было не написано, но он оказался немножко, видите, такой с блесточками. То есть это коричневый, и он еще с блестками. Я думаю, что его растушевать, его можно даже как тени использовать. Сейчас я вам... Плохо видно совсем. В общем, плохо видно. Ну, вот так вот, в принципе, нормально, да? Видно, что он немножко поблескивает. Он похож на тени. Если растушевать, это просто будут хорошие тени на глазах. Вот. Почему-то карандаши стали делать в коробках. Мне кажется, они просто бумагу тратят, картон, точнее, для карандашей, потому что карандашей я не вижу смысла присылать в коробках. Так же у меня пришла, я взяла помаду, вот такую. Так, ГЛМТМ Худра Липс. Вот так вот она выглядит. Была очень хорошая акция, они были по 224 рубля. При заказе на 499 рублей я взяла в оттенке 406-18. Это натурально бежевый или классический нюд. Я уже, если честно, не помню, что я заказывала. Скорее всего, классический нюд. Вот так вот она выглядит. Мне, в принципе, очень понравилось. Я люблю такие помады, которые нейтрально так смотрятся на лице, такие нюдовые больше. Я не люблю такие прям ярко-красные, но у меня есть ярко-розовые. Возможно, я всегда хочу, думаю, ну все, видео буду снимать, обязательно накрашу розовой помадой или какой-нибудь такой. У меня же они должны использоваться как-то, но в итоге я забываю, если честно. Я потом уже, когда видео сниму, подумала, блин, у меня губы-то не накрашены. Заказала мужу вот такую туалетную воду. Я ее как-то брала на подарок другу на 8 марта, хотела сказать. Нет, не на 8 марта, на Новый год. Брала другу, и меня муж понюхал, говорит, ну, ты мне такие не покупаешь, а им даришь. Я говорю, ну ладно. И тут была хорошая цена, я решила тоже себе взять, думаю, открывать не буду, их, наверное, все видели. И взяла еще себе, ну, это сладко-сладко, я сейчас вам покажу, что. Взяла себе SPF, SPF 15 я буду использовать уже с завтрашнего дня. Начну так, как заказ пришел вечером, уже буду завтра наносить на лицо, так как у меня есть проблемы, я страдаю пигментацией. У меня небольшая пигментация где-то вот в этом районе и здесь тоже. Сейчас не видно ее, хотя я толком ничем не зам... А, у меня тоналик сегодня на лице. Но толком я ее не замазываю, они такие еле заметные, но это все равно пигментация, она у меня с детства преследует. Как только весна начинается, у меня вылезает пигментация. Поэтому я решила. И 30 заказала, это для нашего района. Думаю, что 15-30. 30 SPF это самое большое. Это уже когда, наверное, загорать пойдет. И 50 SPF у меня есть из корейского там небольшом пакетики. Его я возьму с собой на море. Я думаю, что мне его хватит. И поэтому в Фаберлике я не стала брать SPF 50. 15 я думаю нанесу, посмотрю, будет защищать или нет. Но так получается, что на улице я нахожу с ней такое большое количество времени. Потому что работаю в помещении и только утром и обратно уже. Так. Это патчи АСЕУЛ, новинка. Я их взяла по Фаберлик лайку. Я сейчас их открываю. Они тут не зафольгированы, а запакованы пакетиком. Так. Очень интересно. Честно, меня подкупил цвет. Я особо патчами не пользуюсь. У меня были как-то корейские. Я не поняла от них никакого эффекта. Но немножко охлаждает, когда в холодильник положишь. Ну, отек, возможно, бы снимали, если бы он был. Но у меня как-то проблем особых нет. Но здесь меня подкупил цвет. Он такой прям девчачий, нежный, розовый, красивый. Прям захотелось. Безумно. Здесь находится ложечка, которой мы будем доставать патчи. Вот так вот оно выглядит. И хочется цвет посмотреть. Ой. Ой, прям хорошо пропитаны. Даже эссенция, видите, капает отсюда. То есть они прям до самого верха пропитаны. Я даже боюсь наклонять, потому что оно пытается вытечь. И я думаю, я завтра их попробую. Могу, кстати. Я думаю, что можно попробовать вместе SPF-крем и именно эти патчи. Но если получится, я, конечно, сниму для вас видео. Вот так вот оно выглядит. Я сильно не могу показать, потому что оно все вытечет. Я сейчас поковыряю с ложечкой. Немножко так поправлю. Здесь одна сбилась. Я бы не сказала, что они сильно тонкие. Они похожи очень на корейские, именно по плотности. Потому что корейские именно так и выглядели. Но эссенции, кстати, мне кажется, здесь намного больше, даже чем в корейских. Может, мне просто такие попались. Я заказывала один раз всего лишь их. Поэтому, скорее всего, мне просто такие попались. Я не знаю. Напишите в комментариях, пользовались вы или нет. Но коробочка просто бомбическая розовая. Девочки, ну мы же любим все розовое. На этом видео буду заканчивать. Это все мои покупочки. Теперь буду планировать в следующем каталоге, что мне такого заказать. Но карандаши я, кстати, может быть, еще буду брать. Потому что я сначала попробую этим накраситься. И стоит ли покупать другие карандаши по качеству. Может быть, они хуже, может быть, нет. Потому что по руке оно и с блестками. И мне показалось, что немножко растираются они быстрее. Но, в принципе, уже посмотрим на глазах. По руке судить не будем. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. У нас впереди будет еще много-много интересного. Поехали. 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 Продолжение следует...